Ас-саламу алейкум, дорогие братья, дорогие сестры. Продолжаем чтение отчета писем Эмилия Ленца, написанных на старонемецком языке. Читаю перевод. Это должно защитить глаза от ослепительного снега, но большого облегчения нам это не принесло. Тем не менее, в нашем обществе воцарилась атмосфера некоего бахвальства. Особенно смешно выглядел наш миролюбивый академик. Благодаря моей любимой обуной фабрике я дальше остальных продвинулся в подъеме по твердому замерзшему снегу. Во многих местах им приходилось сначала делать ступени. Более того, казаки и черкесы вынуждены были подхватить их подруги. Могу похвастаться, что поднимался и спускался, совсем не прибегая к помощи других. Это все благодаря жесткой подошве от моего любимого сапожника. В 11 часов мы достигли совершенно голого участка, который шел практически до вершины. Здесь остальные остановились из-за усталости. Высота составляла 13 575 королевских футов. Немного отдохнув, я продолжил путь к вершине, сначала по крутой отвесной скале, цепляясь руками и ногами, затем по снегу от одного обломка скалы к другому. Мало-помалу все мои казаки оставили меня. Часть осталась с остальными путешественниками, другие пятеро ускакали вперед. Не могу передать словами, какое неповторимое чувство охватило меня, ибо не было видно ни тех, кто остался позади, ни тех, кто ушел далеко вперед. Мертвая тишина, царившая вокруг меня, глубокое сияние, почти черное небо, на котором в полдень я различал луну, скрип собственных шагов на снегу, все это кажется настолько зловещим, что мурашки бегут по спине. И ты содрогаешься при малейшем шорохе, скрывающегося вниз снежного кома. Но, несмотря на это, ты испытываешь внутри себя подъем от того, что всем своим немощным телом ты можешь достичь этой гигантской скалы и снежной вершины. Нигде я не испытывал такую удивительную смесь двух противоречивых чувств – телесного изнеможения и силы духа. Дорога становилась все труднее, мое непрерывное восхождение продолжалось вот уже почти девять часов. Кроме того, воздух становился все более разряженным, наконец снег стал мягче, так что я теперь утопал в нем выше. Текст окончен. Хочу опять дать небольшие пояснения. Я в следующих роликах, как закончу ленца, вам представлю географическое расположение, этническое расположение карачаевского народа. Докажу вам архивными документами, что это была территория карачаевцев, северо-западный склон вплоть до Каменомосской. Что это была земля карачаевцев, но это мы в перспективе все это покажем. Буду работать, как помните, я раньше вам говорил, будет разговор детальный. То есть я не преследую никакой цели, кроме истины. Будут документы прилагаться, пожалуйста, читайте. Документы архивные. На каждый документ, чтобы вы понимали, у меня есть алиби, скажем так. Я могу указать номер фонда, номер архивного номера. Кто занимался архивом, он понимает единицу хранения. То есть проблем нет. Я выставляю фотографии. Нужно будет, предоставлю и сканированные документы. Вообще никаких проблем нет. Вот по данному тексту хочу сказать, я очень прекрасно понимаю Эмилия Ленца. Был я на восточном склоне, подымался на вершину. Очень тяжелый маршрут. Первый, до поворотного камня еще идешь более-менее нормально. До нижних скал Ленца тоже нормально идешь. От нижних до средних скал Ленца идешь тоже неплохо. Самое интересное начинается от средних скал Ленца до верхних их скал. То есть от средних до верхних есть такой хороший маршрут. Есть два там маршрута. Классический маршрут по центру скал. Я один раз подымался даже. Мы взяли правее, ближе к седловине. Дошли до верхних скал Ленца прямо к подножию. И повернули налево. То есть прямо под скалами зашли. Это очень такой, намного сложнее маршрут. И ближе к седловине он опасный. А самый классический по центру двух скал. От средних скал до верхних скал. Очень тяжелый подъем. Но самое интересное начинается наверху. Это вот последний участок купол. От верхних скал Ленца до вершины. Это вот чисто мужской участок, скажем так. Не каждый может осилить. Очень тяжелый маршрут. Чисто мужской маршрут. Кто не был, советую. Это не то, что стерз-кола там до 500 доходят на аэротраках. И оттуда подымаются к седловине. И оттуда уже на вершину по косой полке. Но у каждого есть свои тонкости. Допустим, технически стерз-кола по южному склону технически он тяжелее. Потому что идешь траверсом. Идешь вот эти две косые полки. Очень опасный тоже своеобразный маршрут. А здесь с северного склона на восточную вершину. Идешь просто вверх. Никаких там уступов нет. Идешь где-то 45-50 градусов вверх. И это чисто мужской маршрут. Очень много трещин. Три года назад я, наверное, перепрыгнул более, ну не соврать вам, более 30 трещин. Разные там. Начинать сантиметров 15, заканчивая по полметра. И в длину там до 30-40-100 метров трещина уходит. Некоторые трещины не видно и низу. Светишь фонариком, не видно и низа. Так что в следующих роликах мы продолжим Эмилия Ленца. Я хотел вам сказать, что очень интересный маршрут. Кто не был на восточном склоне, конечно, тому тяжело понять. Так что у кого есть возможности, желания, обязательно сходите. Субтитры создавал DimaTorzok